Библейский портал экзегет.ру представляет Иоанну, что слышите и видите, слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о Мне. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую, что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды, Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских, что же смотреть ходили вы, пророка? Да, говорю вам и больше пророка, ибо он тот, о котором написано, сей я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Истинно говорю же вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, больше Его. А дней же Иоанна Крестителя, да ныне Царство Небесное, силой уберется, и употребляющую усилие восхищают Его. Вот здесь мы видим об очень важном эпизоде евангельской истории, когда Иоанн Креститель, находящийся в темнице, посылает двух своих учеников, чтобы узнать у Христа, или лучше сказать, у Иисуса из Назарета, он ли является истинным Мессией. Ученики приходят и спрашивают, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого. Христос не дает им прямого ответа. Он говорит, чтобы они пошли Иоанну сказали то, что они видят и слышат. Но слова о том, что слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются и так далее, это не просто констатация всего того, что делал Христос пред глазами людей, нет. Помимо всего прочего, это и есть очень четко прописанные в пророческих писаниях признаки пришествия в мир истинного Мессии. По всей вероятности, ученики, ушедшие от Иисуса к Иоанну, вдвоем рассуждая о том, что им сказал Христос, должны были прийти к мысли, что Иисус есть именно тот обетованный Мессия, которого предсказывали пришествие пророки. Важный вопрос, который здесь можно поставить, усомнился ли Иоанн Креститель, находящийся в темнице, то, что Иисус из Назарета есть Христос, или он в педагогических целях посла своих учеников, чтобы они сами своим свободным болеизъявлением приняли Иисуса как Христа, как Христа послал их Господу. Конечно, ответ на этот вопрос дает нам сам Христос. Не случайно, как только ученики уходят, он спрашивает народ, что смотреть, ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую? Это не вопрос, конечно, а утверждение, то, что Иоанн не трость колеблемая ветром. Иоанн не мог усомниться в том, что Иисус есть обетованный Мессия. Иначе бы тогда нужно было бы поставить под вопрос и все остальное, что было связано у Иоанна, с его проповедью и посланием на берега Иордана, и крещением в берегах Иордана нашего Господа, и многое другое, что связывало его именно с мессианским служением. Что же смотреть, ходили вы, спрашивает дальше Христос, человек ли одет его в мягкие одежды, носящие мягкие одежды, находятся в царских чертогах. Что же смотреть, ходили вы, да, говорю вам, пророка и больше пророка. Но вот эти слова, конечно, говорят нам о том, что Иоанн имел очень величественный вид, аскетический вид. Народ не случайно часто думал о нем именно как о Мессии. Христос называет его пророком. Для нас большей частью пророками называются те, кто оставил Писание о Господе, которые были высказаны или записаны заблаговременно до пришествия в мир Христа Спасителя. Но здесь сам Господь нам говорит о том, что пророками мы сможем назвать смело тех, кто непосредственно указывал на пришествия в мир, на признаки пришествия в мир Мессии. Иоанн был именно таковым. И в Евангелии от Иоанна не случайно мы найдем его свидетельство в первой главе о том, что он был послан на берега Иордана для того, чтобы народу указать на истинного Мессию. И там он в Евангелии от Иоанна скажет, «И я видел и засвидетельствую, что сей есть крестящий духом и есть Сын Божий». Но вот в стихе в 11 мы встречаем достаточно сложное место. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не выставал больше Иоанна Крестителя, но меньше и в Царстве Небесном больше Его». Учение Церкви о том, что Божия Матерь – это больше всех из рожденных женами, поскольку она честнейшая Херувимов и славнейшая, без всякого сравнения с Серафимами, здесь нами должно быть принимаемо. Дело в том, что Господь говорит иудеям, для которых еще вопрос тайны Бога воплощения был закрыт, и поэтому Иоанн был действительно в глазах людей на тот момент, больше всех из рожденных женами, в силу непосредственной близости к пришедшему в мир Мессии. И по родству, и по миссии своей он был его предтечей, то есть тот, кто непосредственно подготавливал людей к входу в Царство Мессии и указывал на Мессию. «Но меньше и в Царстве Небесном больше Его». Сложный стих. Есть толкование, конечно, о том, что меньше в Царстве Небесном больше Его всякий верующий человек, спасшийся, несмотря на то, что во время рамок земного бытия он, конечно, несравнимо меньше Иоанна Крестителя, но в силу своего спасения он может быть назван уже больше Крестителя. Но не совсем здесь верный контекст тогда мы выбираем. Дело в том, что здесь Христос говорит о себе и об Иоанне Крестителе. Поскольку, как мы сказали, многие, глядя на Крестителя, думали, что Он есть обетованный Мессия, а Христом, или лучше сказать Иисусом из Назарета, часто соблазнялись и искушались, называли Его Сыном Плотника, говорили о том, что из Назарета ничего не может быть доброго, говорили о том, что Он ест смотарями и грешниками, друг им является. Вот в данном случае, всячески уничижали Христа, мы можем сказать, что в глазах народа Христос, или лучше, точнее сказать, Иисус, был меньше, чем Иоанн Креститель. Но в Царстве Небесном, то есть в Царстве Христовом, конечно, Господь наш выше, чем Иоанн Креститель. От ней же Иоанна Крестителя до ныне. Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают Его. «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». Что значат эти слова? «Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». По всей вероятности этим Христос хочет сказать о том, что все необходимое человеку для того, чтобы войти в Царство Небесное, чтобы принять учение о Мессии, было дано. И когда приходит Иоанн Креститель, то открывается вход в Небесное Царство. Тогда действительно необходимо только употреблять усилия, не забывать об этом никогда, и Царство Небесное для человека откроется. Если хотите принять, он есть или я, которому должен прийти, и кто имеет уши слышать, дослышит. Но в данном случае мы должны понимать, что для иудеев времени нашего Господа вопрос о двойном пришествии Спасителя в мир был закрыт. Этим искушались даже и апостолы. И поскольку Христос указывал на себя как на Мессию, у многих, наверное, возникал вопрос. Ведь согласно учению пророческому о пришествии в мир Мессии, перед его приходом должен прийти Илья. Где же Илья? Ведь он не пришел. И вот здесь этот момент разрешает сам Христос. Он говорит, если хотите, он есть Илья, которому должен прийти. То есть в данном случае креститель уподобляется Илье, и тем самым снимает вот эту проблему принятия учения о двойном пришествии в мир нашего Господа. Но кому уподоблен род сию? Он уподобен детям, которые сидят на улице, обращаясь к своим товарищам, говорят, вы играли, мы играли вам, насверели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. И говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее. Вот здесь Христос уподобляет еврейский народ детям, которые сидят на улице и играют. Конечно, это приточный образ. Приточный образ, который обращает наш ум к такой мысли. Самыми, можно сказать, крайними путями приходит, чтобы еврейский народ спасти Иоанн Креститель. Это путь крайнего аскетизма. И наш Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Это путь любви, это путь радости об открытии Царства Небесного. Но поскольку, говорит Христос, не принимается ни путь крайнего аскетизма, ни путь радости и любви, то, соответственно, отвергаются и все возможные пути, которые находятся между ними. Играли вам на свирели, вы не плясали. Пели вам печальные песни, вы не рыдали. В данном случае Господь говорит, что Иоанна Крестителя, они говорили, что он бесноватый, в нем бес. Но мы знаем, что и Сын Человеческий тоже назывался имя бесноватым. Вот в данном случае не приходится по нраву иудеям, которые были ложными праведниками, учение, в первую очередь, конечно, о покаянии, которое приносит Спаситель, и которым открывает учением этим Креститель свою проповедь. Пока эти сиба приблизилось Царство Небесное. Нежелание изменяться. Всячески оно делает человека неспособным к принятию Слова Божия о спасении. О том, как спасаться. И поэтому в данном случае Христос заканчивает эту притчу вот такими словами. И оправдана премудрость чадами ее. Достаточно сложный стих для объяснения, что здесь имеется в виду. Но многие толкователи в данном случае видели в этом стихе указание на то наказание, которое последует после богоубийства, совершенного еврейским народом. Наказание, которое выразится именно в виде того, что иудейский народ будет проклят, рассеян по всему миру, что Иерусалим и храм Иерусалимский будут разрушены. Но с другой стороны, можно здесь говорить, наверное, и о другом. Премудрость оправдала себя или дала возможность получить праведность человеку через способ принесения веры. Апостол Павел в послании к римлянам раскрывает этот очень важный момент и говорит о том, что человек оправдывается верой. Никто не сможет упрекнуть Бога в том, что он дает человеку такой путь спасения, спасение через веру. Никто не сможет оправдать в том смысле, что все пути человеческие, которые предлагал Господь в Ветхом Завете стяжать праведность, они были исчерпаны и абсолютно ни к чему не привели. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись. Горе тебе, Херозин, горе тебе, Вифсаида. Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но, говорю вам, Тиру и Сидону отрадней будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшись, и до рады не сверхнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но, говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе. В то время, продолжая речь, Иисус сказал, славлю тебя, Отче, Господа неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл том младенцам. О чем эти слова? Ну, мы видим, конечно, эти упреки в том, что население Израиля не принимало мессианство нашего Господа, не принимало, соответственно, его учения, учения о покаянии для необходимости спасения. Но в этих словах мы можем увидеть и нечто более серьезный упрек. Господь их произносит таким образом, что у нас не остается сомнений. Люди, перед глазами которых Христос совершал чудеса, то есть являл силы, как он говорит, и в Тире, и в Сидоне, и в Капернауме, они для объективного, для здравомыслящего человека, созерцающего то, что делал Господь и то, что произносил, не оставляли возможности сомневаться, кто перед их глазами находится. Это, да, действительно, великий пророк, это Мессия, это Сын Божий. И, соответственно, непринятие ими, этими людьми, видящими и слышащими то, что перед их глазами совершал Господь, есть не что иное, как свидетельство то, что они сознательно не принимали того, что было очевидно. И вот эти слова молитвы, то, что утаился и от мудрых и разумных, и открыл том младенцам, свидетельствует, конечно, нам о том, что простецы иудейской земли с очевидностью засвидетельствовали то, что пришел истинный Мессия, а религиозные вожди, учителя Израилева, те, которые в первую очередь должны были это увидеть, не захотели этого увидеть. Но дальше Господь свидетельствует так, «Все предано мне Отцем Моим, никто не знает сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Но вот в этих словах, конечно, Спаситель мира открывает нам очень важную истину о том, что без сына мы не можем принять Отца. Без откровения, которое даст человеку сын, невозможно получить истинного спасения. Но кто может принять сына? Кому он захочет открыть? Вот здесь, в данном случае, Господь подсказывает нам. Он говорит о необходимости взять на себя Его иго, Его иго и научиться от меня кротости и смирению сердцем. Вот, пожалуй, это очень важные заповеди, которые дает нам Божественный Спаситель. Без стяжания кротости и без смирения сердечного Мы никогда не найдем не только покоя нашим душам, но также не найдем и спасения. Потому что истинного откровения мы не сможем получить, не приняв Христа, как истинного Сына Божия. А без Него не получим откровения об истинном спасении, то есть о любви к нам Бога и Отца.